Всем привет, дорогие друзья! Наши продолжения в Питере с Иваном продолжаются. Такое у нас небольшое приключение. Посетили мы Эрмитаж, это было предыдущее видео. А сейчас, как всегда, хлеба и зрелищ, что называется. Хотим мы кушать. Поэтому идём искать себе пропитание. Идём пешком. Поэтому, соответственно, что будет попадаться интересного. А интересно здесь в округе всё. Вот там сейчас мы идём прямо. Там был бесподобный вид. Вот такой же вид, мне кажется, как в Венеции. Потому что у меня дома вот эта фреска висит. И там вид на Венецию, на канал. И здесь очень-очень похоже. Прямо вот мы на такси ехали, я посмотрела. Сейчас хочу вам его показать. Ну, в общем, путешествие по Питеру продолжается. Вот это вот место мне чем-то очень сильно напоминает вот мою фотографию Венеции. Тоже точно так же. Вот канал, река и домики вокруг реки. Вот красиво. И на фотографии красиво. Я живу красиво. И мост здесь, видите, через эту реку. Мама, мама, сейчас я не помню, ну, начали об наш учитель говорить, что... А здесь какая-то галерея матрёшка. Мама, у нас учитель говорил, что, типа, ну, что, типа, да, старые, ну, когда ещё давно люди перемешали в Санкт-Петербурге, они обязательно должны были привезти подарок. То есть, какой-нибудь камеш. А, камеш? Ну, мы сейчас, как всегда, по навигатору с Ваньком идём на Невский проспект. Сейчас Богом скажет, поверните направо. Поверните на северо-запад. А дай, дай посмотреть, что там у тебя реку показывает. А дальше что? А вот здесь вот вообще ощущение какое-то такое. Знаете, на улицу попадаешь? Ощущение чего-то такого нереального. Всё-таки домики интересные. Каждый домик хочется рассмотреть. Ваня, смотрите, по навигатору бегом. Да, мы здесь где-то идём на Пышечную. В Пышечную. Соклояж беременной шпионки. Бизнес-ланч. Кто во что, гораз. Сейчас называют свои заведения. О! Пёша какой! Охраняет. Так вот выглядит кофе, чай, пышки. Кофе, чай, пышки. Ваня уже устал. Прошёл целых 200 метров. Да? Я говорю, прошёл уже целых 200 метров. Сюда? Пышки? Пышечная написана. Сюда? Вот она, Пышечная. Так, а мы куда-то за людьми пошли. А, так здесь народу нет. Видимо, наверное, действительно очень вкусные пышки. Пышка 15 рублей. Как здесь сесть-то, Ваня, проблема? Пойдём там глянем. И здесь тоже мест нет. Видимо, популярное такое это место. Но, вообще-то, я хотела супчик поесть. Кофе с молоком. Ну что, пончики тут. Будем стоять? Какие пончики? Ну, пончики твои любимые. Ну, здесь что-то народу больше, чем в том зале. Палатки вот такие вот молочные, смотрите. На сувениры можно привезти. С достопримечательностями у Питера. А пышка стоит 15 рублей. Место однозначно очень популярное. Места вообще нет абсолютно нисколько. Но, Ваня, заценил пончики. Вкусные пончики? Ага, прямо смотрю здесь. Так это и... Не знаю. И шапки у тебя что-то нет. И чего-то только нет. Ну, цены, конечно, очень хорошие. Что-то... Сколько получилось? 150 рублей, что ли? Вообще ни о чем. Вань, зачетное место? Да. Пышечное? Да. Так, куда дальше? Тебя надо подстимить. Мама, мама, зачем ты снимаешь? Вот напротив как раз-таки столовая номер один. Вот, которую все советовали на Невском. Слушайте, ты ж надо же, сколько здесь людей ходит пешком. Я просто удивляюсь. Невский проспект, он прям вот насыщен очень сильными людьми. У нас, мне кажется, как-то... И даже таких... Ну, вот на Красной площади у нас всегда много людей. А вот так вот, чтобы так много людей бы ходило по улице, допустим, просто по проспекту в будний день, то гораздо меньше. Интересно. Интересно, необычно. Для меня все необычно, вообще здорово. В общем, идем, смотрим все, любуемся домами. Дома есть, видите, вот как обычные, так и вот те вот резные. С резными, с такими балкончиками, надбалкончиками, с разными статуэтками, фигурками. Все такое очень-очень... Все такое очень необычное. А здесь вот такая вот имитация балкончиков. Окна большие. Еще пока мы на такси ехали, я, знаете что, обратила внимание, вот там какие-то дома. Едешь, внизу на первом этаже вот такие вот огромные окна, а над ними как-то второй этаж прям совсем малюбусенький. Там даже человек, наверное, вот максимум в рост поместится, и все, над ним сразу же потолок. Вот это, по-моему, Казанский собор. Вот туда я хотела зайти, но сейчас Ваня немножко подустал, наверное, не пойдет сейчас. А вот этот дом, я, по-моему, смотрела обзор. Дом Зингера, судя по вот внешнему виду, и в нем располагается книжный магазин. Мы сейчас зайдем, посмотрим карту. Такой большой книжный, да, нам давно такого не видел. Такие здания все праздничные, подарочные, богатый очень магазин. Так, Вань, какую же сторону у нас карты интересные идут? Спасибо. Сейчас спрошу. Карта у меня здесь огромная, огромная. Она такая маленькая, наверное, тоже неудобно, Вань, смотреть. Надо, чтобы вот сразу... Нет, она же, ее же разворачивать надо. Ты думаешь, она такая маленькая? А, или ее не надо разворачивать. Книга месяца, 499 рублей, гендерный мозг со скидкой. Что, Вань? Скажи, пожалуйста, вот здесь это... Нейробиология, миф о женском мозге. Метрополитен. Нужен метрополитен? Нужен метрополитен. Нам завтра с тобой, я хотела. Сейчас посмотрим, если мы экскурсию возьмем, то экскурсию возьмем. Макет, как он там называется? Плей макет или как он называется? Мама, ну, то есть, вот это можно сделать, как экран? Ой, можно, Ваня, господи ты, боже мой, а? Очередной телефон хочет из-за того себе сделать. Телефон, ай-пак. Цибургские маскарады. Открыток-то сколько. Я уже столько открыток давным-давно не видела. Посмотрите, какое количество открыток всей царской семьи. Зеркала. А, зеркала, я думала, помогли. Нет, зеркала же. Нужно нам с Ваней попасть на одну станцию метро, нам там кое-что нужно сделать. И попали мы в питерское метро. Смотрите, здесь какие жетончики. На, Вань, жетончик. Вон туда, как раньше было в советском метро, жетончики здесь еще остались. Проходи, проходи. Я не знаю, еще разочек. А почему... А, проходи. Вот так вот еще, оказывается, бывает. Так, и я тоже свой. Там кто-то с картами идет, кто-то с жетонами идет. 55 рублей стоит проезд метро. И метро в Питере самая глубокая. Говорят, что тут тоже каждая станция произведения искусства. Смотревай. Какой глубокий тоннель. Представляешь, эскалаторы какие? Здесь нет рекламы, кстати. А, нет, вот она реклама. У нас реклама висит обычно вот там, справа. А здесь реклама. Вот, видишь, Вань, прямо едешь и читаешь щиты. Видишь, здесь какое метро? Не как у нас выход сразу к поездам. Видишь, смотри, справа. Двери стоят. Вот там, где вот эти вот железные двери, это туда вагон подъезжает к поезду. Двери открываются. И ты выходишь. Представляешь? Вот, мы сейчас на станции гостиный двор, а нам нужно на Маяковскую сейчас проехать. Будем стоять, пока поезд приедет. Подождем. Вот, как поезд подходит, слышно. Необычно, да, Вань? У нас все по-другому. Не, не уехал. Сейчас дверь откроется. Здесь мы еще никак не могли понять, Вань, систему пересадки. Линии меньше у нас в круговую. Сейчас все. Ух ты, здесь, смотри, с какими откидными сиденьями вагон. Иди сюда, вот смотри, видишь, сиденья откидные. Садись. Для инвалидов. Почему для инвалидов? Мама, нам хочется на следующую станцию выходить. Да, на следующую. Садись-то. Садись, мама. Искали с Ваней адрес нам нужный. Набрели на парикмахерскую. Здесь сразу, смотрите, 7 человек стригут. 7 кресел. Каждое кресло под номерами. Сейчас Ваня сделает модельную. Куплю, какую скажешь. У меня шоколадка в кусте. Да. Смотрите, со мной торгуется. Стричься не хочет. Обязательно ему нужно что-то купить. В общем, стрижка стоит 250 рублей. Может, в Питере Ваню лучше подстребует. Вот у нас столовая номер 1. А тут и метро тоже? Отсюда поедет. Да, можно опять туда поедать? Так, наверное, быстрее будет. А здесь, получается, по меню, что ли? Я еще никак не могу понять. Подожди. А, да, Альшина, столовая. Ты еще не встала? А. Вон, смотри, столовая стрелка. Нет, нет. А, что, купи давай. Мокала живая и третья тоже купи. Ну, оригинальный. И четвертый желательно, да? Так, вот такая вот столовая. Места есть в столовой? Места есть. В общем, по сути, наверное, в принципе, как бы в мол получается. Такой же пироги. Возьми булочки, конечно. Вот так вот здесь все выглядит. Смотрите. Печень с луком, бюштекс, пожарская котлета. В общем, я себе взяла какую-то тефтелю с рисом. Ваня, борщ, как всегда. Сейчас он пошел за хлебом. Есть компоты. Сейчас я возьму морсобрепихи, пироженки всякие. Вот, ты хотел сладкое. Выбирай, что ты хочешь сладкое себе. Выбирай сладкое, что хочешь. Что тебе нравится? У меня у нас сейчас половина пятого уже. Наш обед в столовой. В общем, ну, столовая, ассортимент. Наши русские блюда. Половина пятого, а пол пятого. Пол пятого. В общем, я себе взяла гречку. Я люблю гречку с тефтелей, с булочкой и с имбирным чаем. Столовая номер один. А у Вани борщ, котлета, булочки. Какой-то он себе десерт выпросил. И, в общем, на самом деле здесь очень демократичные цены. 388 рублей вот это все стоит. Если вы помните, мы ели на перроне с Ваней. Там один салат взяли и сосиску в тесте, и два компота. Было 360 рублей на Ленинградском вокзале. А здесь 388. Вот такой вот целый обед. Борщ вкусный? Ну, Ваня у нас, видите, любитель борща, поэтому он уплетает за обе щеки. Ну, плюс мы с ним находились. Считайте, мы сегодня целый день только и делаем, что уходим. Ну, и заведение это пользуется популярностью. Людей здесь много. Столики у нас все забиты. Вон, я смотрю, пенсионеры тоже удобно. Мам, а вторая булка вообще-то в котлете. Котлете, вторая булка. Как хочешь, Ваня. Булки всегда можно взять еще синий, Ваня. В общем, поели довольны с лилой. Сейчас я знаю, куда идти. Дело в том, что Питер, вот знаете, чем удивляет? Что это такое вот, видно, что это город для туристов. На каждом углу, через каждых 50 метров, если не меньше, находятся какие-то закусочные, какие-то кафе. То есть море каких-то гостиниц. Практически во всех этих домах, в центрах, в любом доме, в какой-нибудь мини-отель, который занимает, допустим, 5 комнат. Или какие-нибудь там... Но здесь даже масле нету. Нет, есть, масле тоже есть. Но здесь, вот мне кажется, как-то в большем количестве, плюс очень много людей на улице. И плюс, чего я практически не вижу у нас, в кафе, вот в такого плана кафе, ну то есть это такие дешевые кафе, очень много пенсионеров. То есть люди могут себе позволить, потому что вот у нас, допустим, приходишь, когда в кафе, мало, в основном молодежь ходит в Москве. Вот сколько я была, в основном молодежь. А здесь пенсионеры тоже могут себе позволить, активные, молодцы. Молодцы, это очень приятно. Вот мы зашли в Пончиково, то есть люди не сидят на месте, выходят. В Пончиково было очень-очень много бабушек, да, Вань? Мы даже столик заняли рядом с бабушкой, но было очень приятно. Отель Достоевский здесь находится, прямо в центре. Это какая метровка? Какой метров они там были? Владимирская, да, по-моему, метровка? А Владимирский, вот этот вот проспект, он как раз пересекается с Невским. Пришли в номер, так приятно, убрали у нас сегодня уже. Устали с Ваней сегодня, еле ноги приволокли. Сейчас я посмотрю, сколько мы прошли шагов. Сегодня считайте... Подожди, я тут хотела включить. Фу, какое счастье! Как у нас здесь уютно, как у нас здесь хорошо вообще. Укатали сивку, крутые горки. Укатал в Санкт-Петербург. В общем, прошли сегодня с Ваней 10 километров. Но 10 километров это вроде бы с одной стороны немного, но с другой стороны уже все, сил никаких нет куда-либо еще идти. Вечером я говорю, все, Вань, сейчас купили уже продукты мы сюда на вечер. Говорю, никуда больше не пойду, устали. Раз, не за чаем только. Ну, за чаем сейчас ты пойдешь. А на завтра купили экскурсию, ну, практически на целый день. С 11 часов, 6-часовая экскурсия в Пушкин-Екатерининский дворец. Я очень хотела посмотреть Екатерину. Мне вообще дворцы, как вы понимаете, привлекают дворцы. Вот каждого привлекает здесь свое. У меня дворцы. А на следующий день оставим с Ваней квартиру Пушкина. То, что он хочет посмотреть в доме Петра, крейсер Аврору. И еще я хотела посмотреть гранд-макет. Ну, по идее, можно было бы сегодня поехать. Но уже, правда, сил никаких нет, думаю. Но, как бы мы приехали отдохнуть, а не так, чтобы вообще умереть тут и не встать. Поэтому, вон, Ванек, все, без сил, без сил с мамой с ним находиться. А я еще хочу рисовать айпад. Ну, айпад он сейчас будет рисовать. Я сейчас буду, как всегда, смонтирую видео, тоже передохну. Ну, а всем, как всегда, огромное спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите. Думаю, что приключения наши будут продолжаться. Так что обязательно увидимся с вами у нас. Пока-пока. Пока-пока. А вы такой, навострился, бегает, себе чай наливает. За поворотом чай себе наливает. И облюбовал себе, главное, окно. Слушайте, на окно забрался. Там нарисовал себе айпад, конфеты. В общем, все дела. Мы сейчас накупили с ним всяких вкусняшек. И он с Мишей, как всегда, болтает. Вот это для него счастье, да, Ваня? Ха-ха-ха, посмотреть Питер, прийти в номер и все, никуда не выходить. Вот это счастье. Кстати, кто спрашивал насчет билетов, сколько что стоит, сейчас покажу. Мам, дай я тебе скажу. Миша завтра едет в чистую линию. В чистую линию? Здорово. А они же говорили, что поедут. Значит, смотрите, билет стоил у Вани Сапсан 986, 958 рублей детский билет Сапсан. А взрослый билет вот у меня стоил, где он, 2 960, 2 960 стоил взрослый билет. То есть дорога нам обошлась, ну, где-то 3 900. 3 900 дорога нам обошлась. А в обратную сторону вообще у нас дешево, потому что у нас ласточка, и всего полторы тысячи у нас стоит билет. Правда, на ласточке ехать 6 часов, ну, доедем. Зато она останавливается у нас в Крюково. Если, слушайте, такой румянец, потому что сегодня целый день на улице. Целый день сегодня, считайте, со скольки, с 10 утра. И, ну, на улице сколько простояли. И вот домой мы зашли в седьмом часу с Вани. Поэтому сил нет никаких. В общем, я просто вот обратно думаю на Сапсан или на Ласточку. Сапсан идет 4 часа, там 3.40. Но прибывает он на Ленинградский вокзал. То есть мы прибудем, и там нужно будет обратно нам садиться на электричку, ехать в обратную сторону. Там пока вот это вот расписание, стыковка электричек, будет сразу, не будет сразу. То есть это еще час, это 5 часов получается. То есть мы приедем, и нам в обратную сторону назад ехать. Поэтому вот так вот, ну, на Ласточке чуть подольше, на час получится. Но фактически все то же самое с условием дороги. Поэтому обратно взяли мы Ласточку. Посмотрим, как на Ласточке ехать. Я думаю, что, в принципе, будет нормально. Места сидячие, днем выезжаешь. Где поспишь, где еще что-то. Доедем. С Божьей помощью доедем. Вообще это просто очень-очень интересно путешествовать. Когда ты путешествуешь, у тебя как-то, знаете, по-другому переворачивается сознание. Хочется одно посмотреть, второе, третье, узнать что-то для себя новое. Вы представляете, сколько сегодня произведений искусства мы увидели? Я столько, наверное, за свою жизнь не видела, сколько я сегодня увидела за один день. И поэтому, конечно же, если есть возможность, ну хотя бы на несколько дней выехать. Хотя бы на несколько дней, если не получается надолго. В любом случае, мне кажется, польза какая-то от этого будет. Как вы считаете, написать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!